Не звал А мы смотрим из-за колышка А мы ждем весну и солнышко Весну звали, лета ждали Сотыла река, под снегом дома Весну звали, лета ждали На пороге она, уходи на зима 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 Пойдем в хороводы Весну позовем мы За окном поет капель Здравствуй, солнечный апрель А мы ждем весну и лестницу А мы строим небо лестницу Весну звали, лета ждали Сотыла река, под снегом дома Весну звали, лета ждали На пороге она, уходи одна Зима 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 На пороге она, уходи от нас зима. А вот мы ждали, ждали и дождались вокальную студию поездить группа Шейк. Привет, ребятишки. Давайте маленько вот сюда все вместе встанем. И Светлана Захарова, начальник отделения социальной сферы администрации Свердловского района. Всем доброго утра. Доброго утра. Привет, привет. Давайте сначала у ребят спросим. Ребятишки, скажите, вы знаете, что такое масленица? Да. Точно? Да. А знаете, что нужно делать на масленицу? Да. Например? Жарить блины. Жарить блины. Кто-то явно помогает мамам, а вот кто-то любит лопать. Пока еще печень научились. А что с шаманом, кстати, нашим? Вот он так призывал. Весна скоро будет? Да. Когда? Через месяц. Через месяц? Через месяц? Да вы что, послезавтра уже будет, держите. Кстати говоря, вот послезавтра, а возможно еще и раньше, можно будет сходить на масленицу и как-то отпраздновать. Об этом мы сейчас и поговорим с нашей гостьей. Это начальник отделения социальной сферы администрации Свердловского района Красноярска Светлана Захарова. Доброе утро. Доброе утро, Светлана. Расскажите, давайте, наверное, сначала начнем с правобережья Красноярска, где и детки у вас занимаются, и вы где празднуете. И что готовите для жителей правобережья? Хочу сказать, что гости нашего города и горожане сразу на двух площадках города Красноярска смогут весело, сыто проводить зиму и встретить весну. Итак, уже завтра, 29 февраля, на обновленной набережной Правого берега с 11 часов мы зовем всех в гости. Будет весело. Будут работать 15 площадок на обновленной набережной Правого берега. Давайте уточним для тех, кто на Правом берегу не живет, но часто это не бывает. Например, Илья. Где это именно и как там будет обстоять дело с автомобилем? Потому что, ну, многие приезжают на своем транспорте. Набережная находится в районе улицы Гладково. Мы всех приглашаем парковаться на остановке общественного транспорта конечной предмостной площади. Там будут организованы парковочные места. Придется нам ограничить в целях безопасности проезд по улице Гладково. Но это временно. Будет временно запрещено парковаться на улице Гладково именно на период проведения праздника. То есть с 11 и до 16 часов продлится наш праздник, куда мы всех приглашаем. Ого, это ж можно и подмерзнуть хорошенько. Что-то будет такое, вот там чаи, вы говорите, 15 площадок. Вот чем там можно будет заняться? Покушать блины, выпечку, чай, сбитень. Значит, будут работать фольклорные коллективы города Красноярска, лучшие фольклорные коллективы, казаки. Да, то есть масленичный столб какой-то у вас будет, да? Масленичный столб будет на главной площади 1 марта в Татышев парке. Вот как раз мы плавно переместились на остров между берегами, как раз такой универсальный для левобережных жителей и правобережных. Там масленичный столб по традициям, но каждый год нам что-нибудь готовит администрация этакая. В этом году что новенького? В этом году в Татышев парке праздник начнется уже в 12 часов. Это 1 марта? Это 1 марта. Это воскресенье. Парковка будет осуществляться на восточной стороне Татышев парка. С 12 часов начнутся гуляния. Приглашаем вот тот самый столб, о котором вы говорите. Каждый смельчак может попробовать себя в этом экстремальном виде. Ну я наблюдала на самом деле. Это реально очень страшно. Это обливают все, чтобы лед, а если будет плюсовая температура, так никакой даты не будет. Это очень страшно. Занозы зато будут оставаться после столба. Необходимо подумать хорошенько, прежде чем соглашаться на это. Но видимо приз того стоит, да? Какой-то он очень существенный. Призы будут. Начнем с того, что регистрация участников начнется в час 30, закончится в 2 часа. Сами лазанья по масленичному столбу начнутся в 14.30. Призы будут шикарные. Их будет 7. 7? Будет 7. То есть сертификаты на приобретение бытовой техники. Да, здорово ради этого стоит. По мужчинам как минимум, я думаю. Но это все восточная сторона. Это все восточная сторона. Это все восточная сторона. Именно культурная сторона островка. Я знаю, да, есть распределение такое западное, это спортивное, восточное, это культурное. А скажите, вы же всегда бываете на этих праздниках, а девушки пробуют как-то взять эту преграду? Ой, кто-то решил это. Нет, я просто интересуюсь. Видимо, в этом году как-то. Девушки никогда не принимали участие в этом заделье, но если вы так захотите, вы будете первой девушкой. Сделайте им столб покороче, пусть меньше ползки, чтобы было. Чтобы можно подпрыгнуть и достать до вершины. Все будет здорово. Что ж, спасибо. Говорим огромное нашим гостям. Да, вообще, ребятам вообще вот давайте вот так вот. Ребята, вы как празднуете масленицу? Как вы празднуете масленицу? Какие активные дети, а? Давай, 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 ты сана, вот у нас. А, есть муха, микрофон. Давай, говори. Сколько блинов съели на масленицу? Еще не. Шесть? Чего там мало? Я не помню. Ты не помнишь? А ты сколько? Один. Всего лишь навсего? Ну это, видимо, был какой-то огромный блин такой толстый и большой. Мама постаралась. Как тебя зовут? А вы, девчонки, сколько? Два блина и? Десять. И десять. Молодец, рекордсменка. А как зовут единственного джентльмена в вашем коллективе? Как тебя зовут? Кирилл. Кирилл, скажи, вот ты на этом инструменте давно играешь на музыкальном? Да. Как он называется? Варганка. Варганка. А кто научил тебя? Дедушка. Дедушка? Вау, дедушка музыкант. Варганка, как ты, вот ты где-нибудь играешь, кроме как, когда вы собираетесь на репетициях? Не знаю, по дому ходишь, по двору. Все такие, о, Кирилл идет. Ммм, ммм, ммм. Слышите? Я играю везде. Молодец. Ну потому что инструмент карманный, очень удобно. Можно в школе вместо звонков перемену отдевать. Чтобы стать настоящим музыкантом, надо везде играть. Спасибо большое, что пришли. Желаем вам крутейшего продолжения вашей музыкальной карьеры. И к нам приходите почаще. Договорились? Да. Договорились. Спасибо, говорим огромное за то, что ввели нас курс празднования. И Светлане Захаровой, начальнику отделения социальной сферы администрации Свердловского района. Итак, завтра, 29 февраля, на обновленной набережной у нас праздник с 11 начинается. А вот уже на острове Татыши в 1 марта, в прощенное воскресенье, с часу. Все верно? С 12. Ну а в 14.30 надо лезть на стол по ради призов. Давайте собираемся силами, духом и вперед покорять самые невероятные вершины.